Большое спасибо. В основе есть доля китайского правительства, связанная с аэрокосмическим промышленным комплексом. На сегодняшний день у нас более 75 тысяч сотрудников. Одно из таких направлений у нас 18 R&D-центров. Это центры разработки различных научных инноваций, и затраты компании ZTE в год составляют около 100 миллиардов рублей. Оборот компании в прошлом году составил около 900 миллиардов рублей, и мы думаем, что в этом году мы превысим планку 1 триллиона рублей. Что самое главное, что компания обладает очень большим ресурсом с точки разработок всех инновационных технологий, которые есть в области связи. На сегодняшний день мы можем сказать, что мы работаем более чем с 500 операторами по всему миру. Если говорить о таких направлениях инновационных, ну все сейчас уже знают такое решение, как 4G. На сегодняшний день у компании ZTE более 185 реальных коммерческих сетей по всему миру. Мы удерживаем первое место по патентам, которые мы приобретаем и используем эти патенты для различных научных разработок. Если говорить о мировом масштабе, 25% мирового рынка телекоммуникаций используют оборудование ZTE. Одно из направлений такого развития – это мы предоставляем оборудование для операторов мобильной связи, которые вы знаете здесь в России, Мегафон, Вимпелком, МТС и так далее используют оборудование компании ZTE. О чем я хотел бы сказать, что мы являемся также лидерами в тех технологиях, которые придут к нам через несколько лет. Компания ZTE в 2015 году показала уже 5G, которая будет стандартизована только в 2018-2019 годах. Мы все только-только начинаем думать о 4G, то есть это те скорости, которые позволят даже превысить скорости, которые мы можем получать по оптоволокну. То есть связь будет охватывать все отрасли. И нам очень интересно предложить, что мы говорим не только о решениях для крупных операторов и мобильных телефонов, потому что мобильные телефоны ZTE – это 25% мирового рынка. Но здесь вот собрались все уважаемые корпорации. Для каждого из направлений мы можем предложить те решения, которые могут повысить эффективность работы данных компаний. Это означает, что у нас реально есть предложение в области железнодорожного транспорта, транспорта безопасного города, умного города, как сейчас называем, здравоохранения, для судостроения, для газовой индустрии и так далее. У нас это мы продаем именно не оборудование, а решение, которое совместно с партнерством с российскими компаниями мы можем как раз показать и поднять эффективность и технологичность работы в этих областях. Линейка оборудования ZTE действительно очень большая, начиная непосредственно от телефонных аппаратов. И на некоторых, если вы даже не видите ZTE в России, продающихся под брендом других операторов, это наши телефоны, наши Wi-Fi роутеры, модемы и так далее. Просто они идут под другими марками. И так как у нас есть длинная линейка, непосредственно начиная от телефонов, оборудование для фиксированной связи, радиосвязи, решений и так далее, это открывает возможность для большого сотрудничества с российскими компаниями. И здесь я как раз хотел остановиться, что вот в рамках форума у нас подписано соглашение с компанией Solers об организации совместного производства на территории Российской Федерации. Надо сказать, почему мы тоже искали друг друга. Компания Solers – это компания с большим потенциалом, которая является одним из лидеров автомобилестроения. У нас есть, конечно, предложения, в том числе и для автомобилестроения. Но здесь мы как раз видим нашу синергию в том, что есть возможности для реального производства оборудования в России. То, что мы говорили, что назначает локализация производства как таковое, у нас есть конкретные предложения. Подписанию этого соглашения с компанией Solers предсуществовала большая работа, где мы произвели некоторые маркетинговые анализы того перечня Минпромторга и Минпромсвязи, которые были сделаны с точки зрения телекоммуникационного оборудования. Мы выбрали только там некоторую линейку, которая может импортозаместить, скажем так, как американского производителя, который на сегодняшний день является одним из лидеров на российском рынке. И когда мы так поверхностно сделали такой анализ, мы поняли, что потенциальный спрос, даже если его использовать в государственных структурах, государственных операторов, после запуска производства линейки из трех маршрутизаторов, уровня доступа, уровня агрегации, оно может в первый год составить миллиард рублей, на следующий год два миллиарда рублей и по такому графику подниматься. Но как совершенно правильно было здесь замечено, что одним из успехов нашего совместного развития с компанией Solers это именно устойчивый спрос и изучение того спроса, какое будет дано, какие преференции будут даны для производителя локального российского оборудования здесь. Мы понимаем, что, с одной стороны, это будут основные преимущества, которые мы видим в совместном производстве, что, во-первых, мы можем использовать организационно-технические и финансовые ресурсы, как и ZTE, так и Solers, и для начала промышленного производства именно на территории экономической зоны Владивостока. Безусловно, что такое сотрудничество между нашими компаниями, оно может начаться с одного из направлений продуктового, которое есть, вот мы там упомянули я раньше, с точки зрения маршрутизатора, но в том числе и продолжено на всю линейку, если мы будем понимать действительный спрос в таких компаниях. К сожалению, на протяжении вот там трех лет, как я работаю в компании ZTE, когда вы сталкиваетесь с государственными компаниями, они говорят, да, вот, конечно, хорошо иметь локальное производство, вернее, локальное оборудование, но вот я пока по старинке буду использовать то, что есть, да, потому что, ну, мне не дадут премию за то, что я там не использую российское производство и так далее. Мы же хотим как раз принести новые технологии, и именно технологии, которые являются действительно передовыми на рынке телекоммуникаций. Это, безусловно, если мы решим создать совместное предприятие здесь, это будет преимущество свободной экономической зоны Владивостока по сравнению с другими зонами, которые предлагают и сейчас готовы начать производство на территории России. Что одним из очень важных направлений компания ZTE готова сотрудничать, в том числе и по развитию научных разработок, и открывать исходные коды для того, чтобы это оборудование было бы действительно российским, в случае, если мы будем понимать гарантированный спрос на нашем рынке. Ну, и еще одним из важных инструментов это является, безусловно, возможность привлечения финансирования со стороны китайского правительства, со стороны компании ZTE. И если говорить еще об таком интересном направлении, у нас есть в прошлом году запущена первая коммерческая сеть в мире, которая была без проводной зарядки. Казалось бы, где там зарядка и где там связь, но мы рассматриваем возможность передачи энергии на расстоянии, это тоже как один из способов передачи информации. И в этом отношении у нас есть инновационное решение, которое позволяет использовать более широко производство электромобилей, одновременно их заряжая непосредственно во время, когда там автобусы или машины стоят на стоянках. Это беспроводная зарядка по сравнению с существующими электромобилями. Это позволяет улучшить, вернее, уменьшить вес батареи от 30 до 70 процентов. А с точки зрения возможности разворачивания такой беспроводной зарядки, она типа разворачивается за один месяц. И инвестиции в 10 раз эффективны по сравнению с той технологией, которая есть. Поэтому я хочу завершить мой доклад тем, что на сегодняшний день сложилась действительно уникальная обстановка и окружение, когда развитие отношений между Китаем и Россией все больше развивается. И взаимодействие таких компаний, как ZTE и Solaris, может дать тот вклад, который подтверждает развитие наших отношений. Это привлечение источников финансирования и возможные расчеты в юанях, тем самым уйти от курса привязка к иностранной валюте. Это локализация производства, переход непосредственно от слов и бумаг, которые есть, к делу. Создание доверительного оборудования, которое может быть проверено. Соответственными службами проведена вся сертификация для того, чтобы обеспечивать безопасность связи на любых производствах. И одно из направлений – это совместное создание научно-исследовательных центров в случае, если будет, опять же повторюсь, конкретный спрос на локальную продукцию. И этот спрос будет закреплен законодательными адаптами, различными процедурами, для того, чтобы инвесторы, которым мы сейчас выступляем в компании «Солерс» одновременно, были бы уверены, что те бизнес-планы, которые мы строим, они осуществимы. Спасибо большое.